Айкира Ну что, когда там училка-то наша придёт? Пожалуйста, можно потише? Я здесь занимаюсь. Да ладно тебе, чего ты там всё учишь и учишь? Надоело уже! Эээ, да ты чего так разговариваешь с моей сестрёнкой? А с каких это пор ты стала на её защиту? Она же у вас в семье нелюбимая дочь. Ой-ой-ой, ты чего такое говоришь? Ничего, я нелюбимая дочь. Ну, я так и говорю, что ты в семье нелюбимая дочь. А ты мог бы потише, ты мне мешаешь повторять стих. Ну ладно вам, чего вы разорались? Вообще-то ты разорался! М-м-м, бесишь уже! Сейчас как, заберу эту линейку, да как, настучу тебе по башке! Да ты себе по башке настучи! Теперь, насколько я знаю, ты тоже нелюбимая дочь! А? Да ты чего, чушь ты несёшь такую? Совсем что ли, оголпелый? Ну а что, я правду говорю, все так говорят. Правда же, ребята? Ой, сестрёнка, сестрёнка, да не слушай ты его. Он совсем с ума сошёл. Ты вообще-то не хороший мальчик. А? Да с чего ты такое взяла? Я хороший мальчик. Я единственный мальчик в семье. Вообще единственный ребёнок в семье. Поэтому все почести достаются. Конечно же мне! Ну и ладно, зато тебе не с кем посекретничать. А вот нам с сестрёнкой есть с кем посекретничать. Да, и с кем же это хотелось бы знать? А вот друг с другом мы делимся секретиками друг с другом. А? Сестричка, да ты чего? Мы с тобой вообще никогда не секретничаем. Мы друг друга недолюбливаем. Ну, это когда было? Сейчас-то мы вроде бы как поладили с тобой. Ну вот, видите, я же говорю, что не лады у вас. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. А вот у меня, например, всё отлично. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Так, может быть, ты уже сядешь на место? Надоел уже шуметь. Действительно, не даёшь ничего повторить. Ой, ну надо же, ещё одна зазнайка пришла. Я не поняла, ты что, себя крутым осомнил, что ли? Так, пожалуйста, ребята, давайте не будем ругаться. А ты вообще не встревай, нелюбимая дочь в семье. Хе-хе-хе, хе-хе, круто сказал. Ты сейчас договоришься, ещё одно слово и пойдёшь к директору. Да как ты смеешь со мной разговаривать? Ты знаешь хотя бы, кто я? Так, успокойся, пожалуйста, мы прекрасно знаем, кто ты. Ты очень плохой мальчик. А? Да как вы смеете со мной все так разговаривать? Я самый крутой мальчик в школе. И вот досталось же нам вот это вот чудо в крутизне учиться вместе с нами. Кошмар какой-то, кошмар. Сестричка, садись на место, а то сейчас учительница, мучительница придёт. Да ладно, сестрёнка, я не расстраиваюсь. Не переживай, слушай, всё нормально. Ты классная девчонка, не слушай ты этого. Соснайку, он слишком высокомерный, он вообще отвратительный мальчик. Кому ты это сказала? Этой нелюбимой дочери в семье. Вот я любимый сын, а она нелюбимая дочь. И вот эта тоже теперь нелюбимая дочь. Ха-ха-ха, так вам и надо, так вам и надо. Ха-ха-ха. Ребята, а ну-ка, кто меня поддержит? Ну, вообще-то я готов тебя поддержать, но ты немножечко палку перегибаешь. Ой, спасибо-спасибо тебе большое. Действительно, перегибают палку. А-а-а. Да ладно тебе, мы же просто беседуем. Ой, ужас. А вообще-то беседа не предполагает вот такого вот сообщения. Это осколбления вплостные. Хе-хе-хе. А ты вообще помолчи, кортавая. Ты как смеешь вообще-то девочек обижать? Ты не хороший мальчик, ты не джентльмен. Она не кортавая, а шепелявая. Ты даже разницы не видишь. Вот видишь, ты сама ее оскорбила. Ла-ла, 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 ла-ла. Мы оскорбили тебя. Мы оскорбили тебя. Ты точно с ума сошел. Правильно, правильно. Садись на место, нелюбимая дочь, и сиди, учи. Ведь только этому же тебя в твоей семье учат. Ха-ха-ха. Ну так, все, мне надоело это терпеть. Послушай меня внимательно. Если хоть слово еще раз ты скажешь, я пойду и пожалуюсь директору школы. Ты не забывай, что директор школы – это моя тетя. Она тебя мигом исключит из нашего класса. Надоел ты уже оскорблять девочек. Наши сестрички классные. А ты вот отстой, и тебе не место в нашем классе. Ой, спасибо. Спасибо! Действительно, я полностью согласна. И я согласна. Ну, по-чесноку и я. Я тоже согласна. Фу! Глаза бы мои тебя не видели. Отвратительный мальчик. Я тоже согласен. Йоу-йоу-йоу. Эй, ребята, да вы чего? Я же просто шучу так. Да ты уже надоел. Правда, хватит уже. Сядь на место и сиди. Ладно, ладно, что вы. Ой, ну, наконец-то тишина и покой. Еще раз хоть слово скажешь про нас? Мы тебе, знаешь что, волосы повытергиваем. Ты понял? Будешь ходить лысый и совсем не крутой. Я тебя предупредила. Боже мой, сколько в ней злости. Ладно, лучше помолчу. Ну вот, рисунок готов. Ох, замечательно. Так, пойду-ка я в класс. А то меня ребята заждались. Так, 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 скорее, скорее. Ребята, это что такое? Это кто мусор бросил? Это она. Это она. Это она. Так, а ну-ка быстро подними мусор. Да блин. И в мусорку. То-то же. Еще раз увижу такое подобное поведение к директору и родителей в школу. Вот, бери пример с этой девочки. Сидит и читает. Умница. Ой, ужас какой. Ой, ужас какой. Ребята, чего вы здесь толпились? А мы лифты ждем. Ага, лифты ждем. Так, уже пора на занятия. Все, ребята, расходитесь. Так, класс. Всем здравствуйте. Можете не отвечать. Садитесь, садитесь. Так, сразу скажу. Я сегодня в дурном настроении. Так, к доске пойдет отвечать совушки. Да блин, ну почему я-то? Быстро к доске. Иди пиши пример. Блин, какой пример? Так, так, так. Пиши пять. Пять. Ну что это за каракули? Плюс. Плюс. Три. Три. Равно. Равно. Ну, сколько равно? Ой, какой он глупый. Сколько равно, сколько равно? Ну не знаю, скажите, сколько равно. Так, совушкин, я тебе точно два поставлю. Совсем не занимаешься. Тот уже, это бездельник. Только оскорблять всех любит. А ну-ка, тихо. Тишина. Считай на пальчиках, сколько будет. Так, пять плюс три. Эй, ты подскажи. А ну-ка, не проси подсказок. Так, да блин, ну не знаю я. Так, совушкин, садись два. Все маме и папе расскажу. А ты мне еще поугрожай. Я предупредила, что у меня совсем плохое настроение. Так. Дальше, дальше. Кто поет? Можно я, можно я? Хорошо, к доске. Книгу оставь. Простите, пожалуйста, подержи. Так, пять плюс три равно? Замечательно. Молодец, садись пять. Ура. Вот так вот будешь знать, как обсываться. Можно я тоже пойду отвечу что-нибудь, хочу пятерку получить? Пожалуйста, тишина в классе. Хорошо, иди. Тун-ту-дун. Так, тихо. Так, стираем все. И пиши пример. Десять. Десять. Минус. Минус. Семь. Семь. Равно. Сколько будет? Ой, три будет. Молодец. Садись. Пять. Тру-ту-ду, тру-ту-ду, я пятерку получила. Так, тишина. Я понимаю, что вы, сестры, молодцы. Я очень довольна тем, как вы занимаетесь. Вы хороший пример для нашего класса. А ты, совушкин, непременно завтра в школу с родителями. Блин. Блин. Вот видите, карма его настигла. Так, это что такое? Какая еще карма? Ну, понимаете, он нас обзывал с сестренкой. Говорил, что мы нелюбимые дочери в семье. Потому что у нас родился сейчас братик. И мы как будто бы стали нелюбимыми. А? Савушкин, ты что себе позволяешь? Вот теперь вдвойне завтра с родителями в школу. Чтобы и мама, и папа, еще и бабушка с дедушкой с обоих сторон. И со стороны мамы, и со стороны папы были. Ты меня понял? Да за что, блин? Я ничего такого не сделал. 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 Ты касаешься личностей этих девочек. Этих замечательных девочек. И запомни, не бывает такое, чтобы в семье были нелюбимые дочери. Заруби себе на своем носу. Да блин, я понял. Можно без родителей обойтись. Нет, нельзя. Так, дети, продолжаем урок. Таким и надо. Ага. Хе-хе-хе-хе. Получил по заслугам. Да отстаньте вы. Да что ты, что ты, успокойся. Успокойся, не плачь. Совушкин, я не знала, что ты такой ранимый. Перестань плакать сейчас же. Да вы меня все не любите. Можно выйти? Хорошо, выйди и умойся, пожалуйста. Так, ребята, садись, пожалуйста, на место. Ой, простите. Ребята, послушайте меня внимательно. Совушкин у нас недалекий мальчик. Пожалуйста, не обращайте внимания на его слова. Это все от того, что он избалованный. Вот и все. На самом деле вы все ребята хорошие и не бывает нелюбимых дочерей. Запомните. Хорошо? Хорошо, хорошо, учительница. Так, ребята, а сейчас продолжим урок. А я завтра хорошенько поговорю с родителями Совушкина. Не переживайте, никто вас больше не обидит. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok